Ой, трэш-контент. Сейчас едем в больницу. Брюша лапу сломал. Ну, походу. Где прыгал? Что делал? Не знаю. Уже как-то года два назад я возила его, прихрамывал. У него шпоры были где-то здесь. Может, что-то там, какой-то накол? Я не знаю. Больно тебе. Больно моему маленькому. Больно. Лапка, бобо, лапка. Ну, сейчас поедем. Сейчас поедем рентген делать. Да, Брюльчик? В прошлый раз я не помню рентген. Что-то там... А, ну, у него дорогое лекарство было. Две восемьсот. Надо, наверное, опять его купить. Но это два года назад было. Сейчас, наверное, вообще в разы дороже. Ну, буду держать вас в курсе. Брюль. Брюль. Ну, видно, прям болит. Недовольный мой. Да, Брюль? Моя зайчка. Сейчас, сейчас поедем. Да? Все. Одеваюсь и едем. Вместе с мужем поедем. Я его буду... Как будто бы температурка у него. Такой он горяченький. Да ты, моя зая. Сейчас мы тебя вылечим. И мы тебя любим. Конечно, конечно. В прошлый раз в больнице уписался от страха. Так что держись, не писись. Не мурчит. Не мурчит. Или помурчишь на. Ну, все. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Ну, что, приехали мы с... Еще вчера приехали мы с... Откуда мы приехали? С больницы, с Брюлька. Сделали ему рентген. 1200. Это укол. Ему делали 30 рублей. Это... Что тут еще? Препарат. Шприцы. Прием стоил 150 рублей. И вот еще... Вот это плюс. Короче говоря, 5000 шло. Вот. Ну, лапку мы не сломали. Кто смотрит нас давно, знают. Вот эта вот штука 3000 стоит. Раньше она, кстати, два года назад полтора, 2 800 стоила. Я думала, будет гораздо дороже. Ну, нет. Всего лишь на 200 рублей подняли ценник. Все то же самое. Больные лапки у нас. Как это называется? В общем, там наросты у нас вот это вот все. Как же это у людей то, что такое есть? Хондрос. Вот у нас, значит, хондрос. Ну, все. Вот теперь лечимся уколчик. Вчера сделали. Сегодня я сама ему сделала укол. Вот эту штуку капаем на еду. Ой, сейчас пойду покажу вам его. Лежит, бедняжечка. После укола он такой сонный. Да, Брюш? Лежишь, лежишь. Как у тебя дела? Замурча. Лапка болит, да? Болит лапушка. Болит. Покажи, да? Вот здесь болит у нас. Вот здесь у нас болит. Причем он уже начал, он же на нее не наступает. И он пытается ходить и на вторую переднюю лапу только опирается. А по рентгену, она говорит, у нее и эта лапа у него, и эта лапа тоже. Ну, в принципе, плюс-минус. Просто здесь он, может быть, где-то спрыгнул, что-то как-то, да? Что они все и задние лапы. В общем, все лапы у нас в ужасном состоянии. Говорят, худеть. Ну, как мы будем худеть? И так уже 7400 мы, да, Брюль? 7400 всего лишь. Как еще худеть? Были 8200 как-то было. Ну, все, все, все. Это, кстати, он в этот лоханку свою-то не залазил. Мы мужа толстовку ему постелили. Но он же любит на вещах на наших спать. Все, вот теперь мы спим. Да, Брюш? Смотрите на его лицо. Прямо вообще такой дико-дико недовольный кот. Ну, все. Все попустит тебя. Мы вылечим тебя. Все будет хорошо. Будешь бегать. Собак гонять будешь, да? Будешь собачек гонять? Конечно. В общем, вот такие вот у нас новости. Не очень хорошие новости. Ну, все. Вот после укола, я помню, вчера ему укололи в больнице. Он в машине прям кунял. Аж вообще у меня на руках лежал. Как я не знаю. Кстати, надо джинсы закинуть в стирку. Он вчера меня писал в машине. Мы только туда ехали. И он на меня написал. Я его на руках держала. Он, ну, видимо, нервничает, переживает, не понимает, что происходит. И написал на меня. Надо джинсы постирать. Я что-то сняла их, забросила в стирку. И все. Не включила. Ну, в общем, вот такое вот у нас не очень видео. И дело в том, что у нас же здесь шишка на пусть здоровая. Она уже тоже чуть-чуть растет. Это грыжа. Ну, то есть мы уже ездили с этой шишкой. Да, это грыжа. Но грыжа, она как-то держалась на одном месте. Сейчас она начала тоже немного расти. И врач говорит, это очень плохо, потому что может и брючная полость лопнуть, и мышцы, мышцы живота. И эта грыжа может куда-то вывалиться. Не грыжа, а кишки могут зажаться там между чем-то и чем-то. И, короче, это только, в общем, я не знаю, прям ужас какой-то. Ну, завтра вообще нам тоже к врачу. Ну, я не знаю, муж говорит, я не вижу смысла ехать к врачу. Ну, как бы, может, отвезу. Просто это надо вдвоем, он начинает носиться по машине. Везде лезет, а лапа болит. И, как бы, это же еще на ходу падает. То есть это только вдвоем. Как бы, у него уже все, выходные заканчиваются, ему уже некогда, он не сможет. Ну, вот, не знаю. Сказали, если вот будет нормально переносить уколы, если ему будет легчать, умягчать, то не три уколчика, а можно до пяти уколов, ну, продлить. Ну, в общем, может быть, здесь просто уколы купим. Главное, не перелом. Все остальное это не лечится, эти наросты никуда не убираются. Ну, никак. Вообще никак. То есть, как бы, смысл, что вот туда ездить, что. Тем более, ну, они же не знают, что мы с другого города. Это же клиника в другом городе. Ну, вот, в нашем городе ни рентген, ничего такого не делают. Да? Ну, все. Ну, все. Ну, кто виноват? Жрать меньше надо, конечно. Конечно. Жрать-то меньше надо, Брюш. Толстый какой. А что? Как не жрать, когда такое все вкусное, да? Оно же все вкусное, да, Брюль? Ну, в общем, вот такие дела у нашего... Нашего бульного котика. Да, конечно. Ой-то бог ты мой. Дай посмотрю эту шишку. Покажем шишку? Ну, тут жир. Ладно, не даешься. Ну, а я, мои хорошие, представляете, помыла печку. Позавчера, муж вечером, он еще смеялся. Говорит, ну, значит, скоро заляпаешь. Ну, день, она была чистая. Вот, сегодня поехал. С утра в магазин. Привез рыбы. Огромную рубеху. И, конечно же, я жарила все. Все уже запачкала. Теперь надо снова здесь порядки наводить. Это я так тарелки сама, знаете, руками помыла. Это я оставила бошку и хвост. Не знаю, может, правда суп когда-нибудь сварю? Надо заморозки. Ну, я вот так вот оставляю, оставляю вот эти вот головы. А потом их выкидываю. Так что не знаю, что это будет. Наверное, заморожу. Вот, такие дела. Так что снова эту посуду убрать. Вот это что-то у меня здесь. Это знаете что? Когда я пшикаю какими-то средствами вот этими, типа азелит, вот эта вот фигня. Потом оно остается. Блин, надо мне паровую швабру. Все никак не прикуплю себе паровую швабру. Вот, чай попила. Думаю, сейчас еще кофеек себе сделаю. Все тряпки соберу, все в стирку. Все в стирку. Посуду в посудомойку. Тряпки в стирку. Сок купил муж. Сок, рыбу. Что он вообще за туалетной бумагой ездил с утра? В общем, мы наелись. Я съела два куска. Это этот, как его? Сазан. Вот, муж два кусочка съел. Вкусно, сытно. Ну, получается три, вот это вот 28 диаметров сковородка. Три сковородки. Представляете, я нажарила. Ну, мы уже и лупсанули. Ну, тут по два таких здоровых куска. Я прямо объелась. Просто рыба, кусочек хлеба, все, чаем запила. Так что у нас такой был обед. Уже, в принципе, да, обед. Так, давайте я чуть-чуть подкрашусь. Вообще, я не хочу красить. Вчера я вроде как реснички-то накрасила. Брови я красила краской. Вроде черные, но я как-то вот повыщипывала, понимаете? Вот делали-делали мне брови. Нет, что-то я тут сама залезла. Сама залезла, все, нет бровей. Все, короче, не трогаю брови. Отпускаю и иду к профессионалу. Профессионалу. А, вот. Сейчас буквально, знаете, выровняем тон лица. Мне еще и туш моя не нравится. Поэтому как-то вот, не знаю, неохотой краситься. Брюлька спит, джинсы обоссанные стираются. Это ж надо вчера, сволочуга. Обписал меня. Как ребенок, ей-богу. Таташ едет у меня на руках. В окно смотрит. А любит, знаете, вот так вот через голову, вот так вот, смотреть, что ты там делаешь. На мужа он заролял, он... А он его гладит, с ним разговаривает. Я смеюсь, говорю, господи. Я говорю, кот, это не ребенок. Вот. Нужно волосы тонировать. Вообще просто непонятного цвета уже. Прям рыжие-рыжие. Но, в принципе, какая здесь тонировка, если уже красить пора. В общем, еще буквально дня 3-4 и мы будем краситься с вами. Я заказала новую краску. Ну как, краска такая же, Констант Делайт, просто цвет такой фиолетовый. У меня какой-то он более вот рыжий. Зачем-то я такой заказала. А это более фиолетовый. Я его, ну, либо 50 на 50 поделю, либо даже больше фиолетового добавлю. Как-то так. А брови я чуть-чуть подкрашу карандашиком буквально. Не каким-то там этим... Ну, как это называется? Вот эта штука, как она называется? Помада. Не помада для бровей. Она очень стойкая. А просто вот карандашиком. Чуть-чуть такие, чтобы они были более естественные бровки. Вот так. Что еще вам рассказать? Мыла вчера голову. Сегодня она уже такая, можно сказать, жирноватая. Я показывала в телеграм-канале. Я купила от Комплимент новую маску для волос. С SPF 15. Маска такая. Она оранжевого цвета. Она, типа, летняя маска. Она от солнца, от ветра, от воды защищает. Очередное Г. Снова я выбросила деньги на ветер. Вот так я вам скажу. Не знаю. И вроде бы хочется, да, что-то классное бюджетное-то найти. Потому что фирма Комплимент неплохая. У меня есть маска от этого бренда. Более или менее нормальная. Но это, знаете, такой вот фифти-фифти. То есть ты раз купила за 300 рублей маску, не подошла. Два за 300 рублей купила маску. А третья вроде бы хорошая. Но хорошая, такой крутой, как за тысячу, она не будет. Но вы могли не покупать вот эти вот три, две из которых вам не понравились. Купить сразу за тысячу. И все будет хорошо. Еще у меня есть шампунь и маска новые, которые классные. Очень мне понравилось. И понравилось даже, знаете, как обычно, когда у меня кожа головы начинает жирниться, у меня сохнут концы. А там вообще все хорошо. Ничего не сохло. Все было прекрасно. Ну, наверное, подойдем сейчас в ванную. Я вам достану и покажу. Покажу вот эту маску. Не тратьте на нее деньги. Есть в Estelle тоже такая маска, которая как бы летняя, да? Вот, может быть, она и хорошая. А вот этот комплимент вообще фу-фу-фу. Аромат сегодня на мне Avon. Ну, честно признаться, это я так тестирую. Аромат, который продают, не продают, не знаю. Пару флаконов, которые я отставила. Ну, видео будет позже про Avon. Я уже убрала. Это я так вам... Вы еще не видели, какие флаконы. Я уже, говорю, пару убрала. Ну, потому что я их на себе ношу. Я их просто даже забыла. И я, знаете, спрашиваю у супруга, как тебе. Ну, который, аромат, он говорит, нормально, хорошо. Я их, в общем-то, можно сказать, убираю с продажи. Так, в общем, подкрашиваю реснички. Просто чуть-чуть, знаете, чтобы дома вот ходить, не совсем это самое. Хотя, в последнее время мне как-то... Вот бывает такое, хочется вот такой вот это. И волосы так не расчесывать, и прям не краситься. И прям так ходишь, и тебе все нравится. Не знаю, что это. Наверное, такой, ну, момент. Потому что я всегда крашусь, и на работу ходила, красилась. И до того, как я устроилась на работу, я постоянно, как бы, да, с телефоном, постоянно съемки у меня, и я крашусь. То есть, в принципе, я каждый день крашусь. Я не помню того дня, чтобы я прям так два-три дня подряд не красилась. Такого не было много лет. А вот сейчас у меня настроение не накрасится, знаете. Но опять же, вот не накрасится брови, тон, румяна, пудра. Какой-то там бронзер или что-то еще. Да, реснички. Все равно крашу, и считаю, что это я не накрашенная. Ну, потому что это такой минимум-минимум. Ни один аромат я не использовала, да, уже, в принципе, полгода, да, на подходе. А у меня вообще ничего не использовала. Не знаю, как быть, что делать. Ну, как-то так, что. Может быть, в этом году продам, да, там несколько флаконов, и все равно ведь коллекция уменьшится, и это тоже хорошо. А выливать на себя просто, не знаю, тоннами аромат. Люди чихают, им не нравится. И это как бы тоже такие, ну, я считаю, что это деньги на ветер, да. Если вот вы покупаете какую-то косметику, вы же не мажете и все тело, вы же, там, крем для рук, да. Вы же не выдавливаете, сколько впиталось, остальное полотенце вытираете, да. Но это как бы такое уже нерациональное использование. Так, где моя румяная румяна? Может, там что-то на улице разметки делает, он стучит под окном. Забор будем делать. Новый. Здесь был еще старый. Ну, опять же, когда, не знаю, кто-то он только разметит, а дальше, не знаю. Так, может быть, бронзер нанести именно. Бронзер вот такой от Фиберлик, шариками. Нет, таки слишком большая. Давайте вот такую кисть я возьму. Очень красивый, кстати, бронзер. Он довольно видимый, не суперяркий. Чуть-чуть буквально. Не хочу я прям, знаете, день, а я это коричневая вся. Так, еще раз пройдусь по ресничкам, пройдусь по нижним ресничкам. И потом мне нужно это все дело подсушить и вытереть то, что я тут намазала рядом. Телевизор. Значит, начала пить я цинкосилен. Допиваю. И комплевит. Я покупала себе витамины. Помните, когда меня обсыпала аллергия? Вот. И я себе покупала витаминки. Я их так и не пила. И вот решила, что они стоят. Думаю, буду пить. И здесь, кстати, биотин тоже есть. Понятно, что не очень много. Здесь иметь и цинк, железо. Фолиевая кислота. Очень много витаминов. А, Е, Б, С. Вот. И здесь, естественно, тоже и цинк, и селен. И здесь есть и цинк, и селен. Это как бы такая, можно сказать, двойная доза. В общем, теперь я пью сразу и тот витаминчик, и этот. Каждый день пью по одной каждого. Мы вчера с мужем ехали как раз-таки в больницу. Бриллианты весь везли. И я вот что-то вспомнила. А, ну мы заговорили за витамины. Я ему говорю, хочешь витаминку? На. Вот. И я говорю, я же их купила, когда вот у меня была аллергия. Я ему говорю, помнишь, да, вот началась аллергия. Говорю, надо было. И тогда я уже была в шаге от того, что, ну, как бы невозможно работать. Надо уходить. И я говорю, надо было тогда уходить. То есть мой организм, он мне прям трубил и показывал, что, ну, уходи. Ну, я боролась сама с собой и со своим организмом в том числе. Ну, теперь пью витамины. Такие здоровые. Кофем запиваем. Ну, а что? Мне кажется, румян маловато. Я сейчас добавлю румяшек. Чуть-чуть. Так, полы помыла на кухне, в коридоре. Везде бы быстренько пропылесосила. Не знаю, ничего пока что не буду делать. Нужно какие-то пустышки пособирать. Но здесь еще чуть-чуть есть крем, в принципе. В общем, нужно что-то пособирать как-то, где-то чего-то. Кстати, от Фаберлик у меня есть регулирующий шампунь для жирных волос. Нужно его израсходовать. Ну, будут пустышки. Мне кажется, он уже не продается, да? Я что-то тоже думаю. Что-то я давным-давно не делала заказы в Фаберлик. Вот прям крайне. Крайне давно. Ну, как-то так. Вот этот вот тоже нужно уже добить блеск. Потому что крышка вся полопалась. Вся вообще она так вот снимается. Потому что она здесь раз, два, три. Да много здесь прям трещин. А сам блеск очень мне нравится. Он почти как жидкая помада. Красивый. Увлажняющий. Фаберлик. Сегодня на мне аромат снятый с Сенсуэля Тейвен. Такой пудровый. Он, знаете, даже кремово-пудровый. И вот я хожу и думаю, оставить его или нет. Мне многие писали, что все-таки, ну, оставь, что эти 10 флаконов можно куда-то отложить, которыми ты не пользуешься. Это уже, ну, большинство, да, там есть снятости. И как бы это уже понятно, что это уже другой ценник там и все остальное. Ну, в общем, я в раздумьях. Возможно, вот этот Сенсуэль я пока что оставлю. Не потому что я его буду носить, а потому что через год я его дороже просто продам. Так, стираем, значит, то, что я здесь намалевала. Потом еще раз пройдусь, потому что я уже, да, так подпушила ресницы. Так, ну все, девочки, подкрасила я реснички. Давайте пойду покажу вам теперь. Кстати, я купила... Вон, да, в Телеграме я показывала. Подписывайтесь на Телеграм-канал, кто не подписан. Потому что там я чаще что-то быстро-короткое показала, что произошло, да, здесь и сейчас, в этот день. А потом я уже даже, бывает, забываю на YouTube показать, потому что я же вроде бы об этом говорила. Значит, я, ну, значит, все говорила. В общем, такие вот а-ля шелковые. Ну, это не натуральный шелк, но все-таки, да, под шелк сделаны резинки. Это супер вообще. Вот вы прям снимаете эту резинку, она скользит у вас по волосам. Ни одну еще не вырвало. Кстати, я стала замечать последние 2-3 раза, когда я мыла голову, у меня несколько волосинок прям выпадает. А до этого я замечала, что у меня вообще не выпадают волосы. Ну, как бы обычно хоть там 10 штучек, да, при мытье волос-то вываливаются. А это у меня вообще не было. Вообще, это даже как-то странно было, знаете. Вот, но стали выпадать по чуть-чуть. Ну, может быть, в каком-то, в какой-то момент я стрессанула, может, слегка. И поэтому вот такое легкое выпадение, оно сейчас, ну, пока что и есть. Ну, видите, я сейчас витамины начинаю пить. Я думаю, что все быстренько прекратится. Ну что, давайте пойдем в ванную. Я вам покажу, что у меня есть из новинок по уходу за волосами. Итак. Теперь вот такие резиночки у меня только в ванной здесь лежат для того, чтобы, ну, маску завязать, да, вот такой. Видите, какое у меня желтое вот это вот пятнище. Но я думаю, что нет смысла, просто нет смысла тонировать. Что тонировать, если реально через неделю уже нужно все окрашивать и все заново тонировать. Потому что в прошлый раз вот эта вот часть была окрашена. Сейчас то же самое. Плюс-минус. Неделька и будем краситься. Как раз придет краска и двенашка оксид. Потому что, как бы, да, краска, допустим, Constant Delight или еще что-то, это как бы подешевле. Это не лондовая, не, тем более, там, ну, не Велочка, Калистон. А двенашкой лондой разбавлять оксид, там, дешевую краску, что-то как-то, знаете, я решила еще один лучший оксид себе взять. А лонду оставить для лонды, потому что лонда мне нравится. И сейчас все эти, типа, перепробую краски, возможно, вернусь снова к лонде. Так вот, что я купила из говняшка такая. Вот такая вот маска, комплимент для волос SPF 15. Как это можно определить? Ну, как бы, вообще, это нельзя определить ни на лице, нигде, в принципе. Ну, а на волосах-то, в общем-то, как? После солнца, воды, ветра. 300 миллилитров. Стоимость бюджетная. Причем здесь такая заглушка пластиковая, да, казалось бы. Я ее держала минут 10 на волосах. И честно, вообще ни о чем, вообще никак. Причем, почему я сейчас себе зажирнила волосы, да, сутки прошли. Потому что я начинала, то есть я их высушила, и я поняла, что мне не хватает увлажнения. Ну, то есть если на вот эту маску сразу нанести какие-то такие вот крем-спреи, вот этот, например, да, Оли 12 в 1, то, возможно, лучше будет стоять дело масло на кончики нанести. Но я решила протестировать эту маску, потому что если маска крутая, то она вот работает сама по себе. Потому что потом уже вот эти вот все несмываемые уходы масла, это уже такие микро-микро-дозы, чисто вот дополнить. Но если маска хорошо работает, она хорошо работает. Это не сработало. Мне пришлось несколько раз наносить вот такой спрей. Спрей, он с маслами, и он как-то, ну, обычно увлажняет мои волосы. Я его наносила два раза, мои волосы практически мокрые, все были заново. Не сработало. Я потом еще вчера наносила вот это средство, увлажняющее от Constant Delight, и сегодня я им еще раз увлажнилась. То есть четыре раза я пшикала потом на волосы вот этими всякими масляными штуками. То есть видите, сколько здесь крема, сколько жидкости, да? То есть это вообще довольно тяжелый такой спрей. Я его редко прям на волосы пшикаю, я его наношу на руку, растираю и провожу вот так по волосам. Он хорошо увлажняет и такое, ну, чуть-чуть с кремом, да, подпитывает волосы. В общем, не спасло ни одно, ни второе средство. Несколько раз сразу наносила. И, в общем, вот эта вот маска просто какашка. Не покупайте. Вот если вы вдруг на фоне лета, на фоне речки, моря и весь остальной отдых решите, а да не прикупить. Не прикупить. Ни в коем случае. Так, маску убираю, значит. Что из крутого появилось? У меня я себе прибомбила литровый шампунь Estelle Otium Aqua для интенсивного увлажнения. И вот это супер классный шампунь. Он, по-моему, безсульфатный. Насколько я тут... Содиум лаурет 5 карбоксилат. Ну, то есть, содиум лаурет сульфат, наш классический, здесь не используется. Видимо, поэтому этот шампунь называют бессульфатный. Ну, хотя там другие сульфаты есть, на самом деле. Классный. Целый литр. На ВВ можно где-то за 1200 купить. Ну, и выше. В общем, вот такой вот он. Я ему воспользовалась один раз. И маску я еще взяла. Такую же маску. Маска 300 миллилитров. Ну, зато такую банку, знаете, сделали, как будто бы, я не знаю, как будто бы полкило. Ну, потому что здесь очень много пластика. Тоже такая вот пластиковая заглушка, да. Ну, очень много пластика в самой банке. То есть, она такая как-то объемная смотрится. В общем, действительно супер классно увлажняет. Вот этот тандем вместе, если... Я, честно говоря, по отдельности не пробовала. Но это то увлажнение, которое вот максимальное, классное, крутое просто вообще совершенство. Вот, значит, когда у меня жарнится кожа головой, кончики сохнут. В этом варианте этого не было. Мои кончики, мои волосы, вообще вся длина, да, полотно оставшееся волос, кроме корней. Это все было такое блестящее, гладкое и вот прям, ну, увлажненное, даже немного напитанное. В общем, супер-супер-супер вообще средство. Маску где-то тоже за 1200 можно. Ну, в общем, 1200-1200, где-то так, смотрите. А, ну, по-моему, рублей за 900 я ее даже находила. Да, на Валберис. В общем, имейте в виду, классные два средства. Вот, что еще из новинок у меня появилось по волосам. Конечно же, я жду заказ. Там еще от Аравии придут кое-какие средства. Я вам, по-моему, не показывала, ну, мне пришла уже где-то месяц назад от L'Oreal Absolute Repair, ну, 250 миллилитров. Пользовалась пару раз. Честно говорю, не в восторге. Она у меня когда-то давным-давно была, и я просто молилась на эту маску. Сейчас нет этого восторга. То ли потому, что я Davines попробовала, не знаю. Может быть, после Davines, как бы, ну, ну, она в два раза дешевле. Да, вот они по 250 миллилитров. Это где-то за 1800, это где-то 4000. Вот так. Тоже там 3800, 3600, но не дешевле. Дальше. Еще вы мне писали многие про Карлос, да? Да, Карлос. Помните вот эти маски литровые там с кокосом, с тем, с тем? Они там по 350 рублей литры, типа такие классные. Я предполагаю, что там сплошные силиконы, потому что за 350 рублей такой объем не сможет никак нормально работать. И я почему-то решила, что зачем мне покупать литр маски, если она не подойдет, что я с ней буду делать? Ну, и вот ход конем я решила взять шампунь. Причем шампунь это Ботаник серия Суперфруц. То есть там есть такие же, как литровые маски с кокосом, там, с бананом, там, с чем-то еще. Такие же шампуни. Но они тоже литровые, девочки. А я нашла 300 миллилитров вот такой вот шампунь. Обычный на четверочку. 300. Это сульфатный шампунь. Неплохой. Он такой довольно кремовый. Неплохо пенится. Вот такой, видите, прям как кремушек такой, как флюидик даже какой-то. Сейчас, наверное, даже распеню вам его. Неплох. Он вроде бы даже и такой приятный. Пенится, кстати, да, не супер сильно, но пенится, да. Видите? Не густая пена у него. Но все-таки, так как он сульфатный, он мне подсушивает кожу головы. Но, слава богу, хотя бы нет этого уродского, знаете, этого шелушения или что-то еще. Из прям новинок-новинок первое, что у меня появляется от Эколотье, это вот такая вот штука. Я не знаю, зачем заказала. Почему ты не заказала обычный шампунь, обычный вальзам, обычную маску? Нет. Мыло для тела и волос. В общем, увидела я вот такую вот консистенцию и зачем-то взяла. Такая вот ерунда, жидкая причем. И ее неудобно брать. Она даже не гель, она, ну, как бы гель такой, жидкий-жидкий гель. Пенится при этом она хорошо. Пахнет она какими-то, ну, такими, да, натуральными травками. Прям травой-травой пахнет. Я один раз мыла этой фиговиной голову. В общем, неплохо. Да. Супер сильного прям такого какого-то... Не, ну, видите, сейчас я распеню. Норм. И даже как будто бы нежная пена, но она дымывает до скрипа, что называется. Вот прям до скрипа. Я думаю, что вот это средство я просто перелью в какой-то из пустых шампуней. Потому что в таком, как бы, да, варианте невозможно пользоваться. Можно тело мыть, можно голову. Ну, в общем, вот такой вот я решила это латье зачем-то купить. Нет, бы купила просто обычный шампунь. Ну, нет же. Дальше. Свою находку и то, что мне безумно нравится. Я так предполагаю, что это будет шампунь Number One вообще для меня. Я долго на него смотрела. У меня был от Синергетик гель для туша. В 750, по-моему, миллилитров он у меня был. И я все смотрела на вот эти шампуни. Здесь у меня 250 миллилитров шампунь. Стоил он, я не помню, девочки, 150-170 рублей. Короче, просто смех. Просто смех. Это вроде как, да, 98,98% натуральные ингредиенты. Это шампунь, который не содержит СЛС, силиконов, парабенов, минеральных масел, красителей. В общем, все по нулям. И вы знаете, я в шоке. Я куплю, я почему большую не купила, а большой выгоднее. Потому что 750 миллилитров шампунь там вам обойдется в 250 рублей и в 300. Вообще просто, ну, даром. Выглядит он вот так. Я думала, что он будет полностью прозрачный. Но нет, он немного такой, да, такой вот он, с перламутром. Пенится шикарно. Волосы от него тоже просто превосходные, шикарные. Вообще не пересушивает волосы. Вот от слова совсем. Пена у него такая вот мягкая-мягкая. Знаете, как будто бы кремовая даже. Пахнет тоже он травками-млавками. Волосы, они увлажненные, они гладкие. Они блестят от этого шампуня. Он, ну, не могу сказать, что долго кожа не жирнится. Ну, знаете, там, если я через день мою голову, то есть она уже такая более жирноватая. А через день, ну, то есть чуть-чуть меньше она жирнится, да, скажем так. Короче, вот это вообще моя находка. Это так дешево. И это так классно. Я просто глажу себя вот здесь, да, по вот этим вот волосам, которые супер-блондым уже осветлены. И они живые. Они прям вот горят, блестят на солнышке. Они лоснятся от этого шампуня. Девочки, кто не пробовал, попробуйте. У меня шампунь балансирующий. Он мягко очищает, для мягкого очищения жирной кожи головы. Масло сафлора, экстракты асаи и клюквы. В общем, мне вот этот шампунь очень понравился. Вот этот тоже неплохой, но иногда, то есть от него волосы жирнятся интенсивней. Если от этого я вообще не чешусь, то от этого, когда волосы на следующий день уже начинают загрязняться, я могу где-то так чуть-чуть почесаться. Это не тот эффект, когда у вас перхоть, там, от одного шампуня я покажу в пустышках. Я его недоизрасходовала. Я его сюда перелила, как будто бы это мыло для рук. В общем, вот этот я не повторю, но вот это, это просто вообще бомба. Тоже такой эффект, как будто бы увлажненных волос. То есть, блин, здесь 750 рублей за 350 рублей можно купить, да? И вот этот, ну, этот называется увлажняющий шампунь. Ну, по сути, это тоже увлажняющий довольно-таки шампунь. И этот литр за 1200, я таких 2 или 3 куплю. Вообще, мне хватит на 2 года. Ценник просто бесплатный. Я вообще думаю, что надо, наверное, накупить вот этих шампуней разных. Там есть тот же и для блеска, и для увлажнения. В общем, мне нужно купить всяких разных. А дабы про этот шампунь никто не прознал, да, скажем так, и вообще ценники не подняли, и все остальное. В общем, под ванну, знаете, засунула там 3 баклажки по 750 миллилитров. Срок годности в любом случае, ну, с момента открытия 12 месяцев. Ну, если мы не будем его вскрывать, то 36 месяцев, 3 года. Я думаю, что 3 флакота по 750 за 3 года я точно израсходую. И можно даже какой-то подороже купить. И, да, в общем-то так, нет-нет, разбавлять свой уход. Но этот шампунь мне вообще вот из всех, которые сейчас есть у меня, он мне максимально нравится. Есть у меня шампунь, который, где он, вот он, что-то у меня шампуней, кстати, много собиралось. Вот этот я очень раньше любила. Масло органы, жидкий шелк, тоже волосы рассыпчатые, классные, блестящие и не пересушенные, и не так тоже быстро жирнятся. Ну, надо вот их попробовать этот и этот. Мне кажется, что этот даже покруче. Ну, этим просто, видите, желтеньким я давно не пользовалась, не припомню. Дальше давайте я вам покажу все свои шампуни. Вот этот вот Constant Delight я покупала, когда как раз-таки я пользовалась тем шампунем, который мне такого натворил на голове. Просто чуть ли не перхоть, раздражение, зуд ужасный. Этот шампунь SPA Anti-Stress. Он довольно сульфатный, он сушащий. Sodium Laureate Sulfate, да, он сушит волосы, кожу. Так, следующий шампунь. Вот комплимент. Вот этот шампунь мне нравится. И маска вот эта нормальная можете брать по вот этой вот минимальной цене, да, в общем-то, сколько стоит комплимент. Но, опять же, вот эта маска, она просто ужасная. Вот ее не берите. Вот такая маска, сейчас я ее найду, вам, может быть, покажу, если найду. Если она у меня здесь стоит. Да, она у меня здесь. Вот эта вот вся линейка мне нравится. У меня нет бальзама с этой линеечки. Здесь 380 миллилитров. В маске 400 миллилитров. И у меня есть масло. Масло я тоже вам могу рекомендовать. Оно довольно неплохое. Оно тоже там бюджетное. Тоже такое. Оно прям такое плотное, жирное. То есть, кто любит пожирнее, кто не боится зажирнить кончики, у кого прям совсем беда с концами, то вам подойдет. Ну, в общем, вот такой еще шампунь есть. Он тоже неплохой. Знаете, он для сухих, поврежденных, секущихся волос. Но от него какой-то легкий даже объем появляется. Он неплохой. Я тоже буду его, возможно, повторять. Хороший шампунь. Вот. И что еще? И вот такой вот есть у меня еще лечебный шампунь от выпадения волос. Он прямо от альлопеции буквально. Вот так у меня его нет. Я как-то, знаете, пользовалась-пользовалась. Потом решила, что мне жалко. Но это у меня целый набор. Я как-то давно показывала на него обзор. Есть у меня вот такой вот еще лосьон. Он там и с перцем, и с травками. Вот такой вот носик мы проходим. Я сейчас, наверное, немного, недели две-три пропью витамины. А потом начну вот этим вот лосьончиком пользоваться. И у меня еще от этого же бренда есть бальзам. Знаете, бальзам, восстанавливающий кондиционер против истончения и выпадения волос. Я так понимаю, он нормально на мне сработал раз или два. А на третий раз по всем волосам он не дико их подсушивать стал. Я думаю, что этот, так как это вообще лечебная линейка, да, для выпадения волос, я думаю, что вот этот бальзам я буду наносить только на кожу головы. Потому что здесь очень много всяких штук. Глицерин, ну да, в общем-то, да, там какой-то этиловый спирт, хлорид. Ну и очень много экстракт корневища, там, аглооморфы, экстракт листьев, листьев чего-то там. Ну, в общем, очень много для кожи головы полезности. Поэтому я думаю, что вот этот бальзам я буду чисто на кожу головы использовать, не по всей линии. В общем, все, что у меня есть из новинок, из старинок, я вам показала. Вот. Скоро будем окрашиванием заниматься. Что там? Вот. А, я думаю, где я делаю? Ночной крем. Кстати, вот эти вот крема-комплименты мне тоже не понравились. Все-таки я пользуюсь кремом от Аравии. И что еще себе крема от Аравии заказала? И, кстати, я как-то упоминала, что вот эта вот маска Гидра, она увлажняющая. В какой-то момент она мне нравилась-нравилась. А в последний раз я ее нанесла, смыла, как-то волосы я полностью не досушила. Поехала на работу. И я так вот смотрю, у меня огромное количество вот этих, знаете, белых точек. И потом волосы начали ломаться. Вот сейчас, может быть, если я одну такую штучку найду, это хорошо. Ну, или плохо. Ну, как бы, ага, нашла. Вот, да, одна есть. Вот она одна есть. Причем довольно такая, знаете, сантиметрах на двух с половиной она. Ну, это вот я отломала. Потому что это уже никак не восстановить. А в тот момент их было очень много по волосам. Но, опять же, в этот раз я использовала вот эту вот маску, понимаете, уродскую. В общем, вот такие вот дела. Короче, из суперкрутого попробуйте вот такой шампунь Синергетик. Любое, там огромное количество. Возьмите себе 250 миллилитров, заплатите 150 рублей, 174. Не помню, что-то вроде бы этого я за этот шампунь платила. И он прям вообще потрясающий. Мне кажется, даже высушенным блондинистым волосам, в принципе, он подойдет. Вот, это удивительно. Но вообще это... Я очень долго на него смотрела прям. Очень долго. Но я думала, ну, не может нормальный быть шампунь. Это такую цену. Но нет. Такой вот белый, кремовый. Классный шампунь. Вообще просто классный. Классный. Все, мои хорошие. Давайте пойдем проведаем брюлю. Что он там, спит, не спит. И будем с вами закругляться на сегодня. Да, бриллиантик спит. Спишь, да, брюль? Спишь, мой маленький. Как дела? Ну, все, выздоравливай. Лапка болит у нас. Вообще страшное дело, потому что у него на всех лапах вот эти вот наросли. Ну, кости. Кости как отложение, наверное, солей или что, я не знаю. Это все очень страшно. Как он будет еще год-два. Ну, то есть он уже стареет. Потом как он вообще ходить-то будет. И это никак не убрать. И она говорит, это их болезнь. То есть это, ну, именно болезнь этой породы. Вот такие они. Вот так вот. Как бы она выводит их искусственных. А как им жить потом с этими, со всеми болями, да, брюль? Скажи, что виноват, что я толстенький. И, по сути, я же отмеряю ему, знаете, там сколько? 60 грамм сухого корма в день. Делю там на эти самые, там, две с половиной рюмочки, да, грубо говоря. Но бывает он ест больше. Но не настолько больше, чтобы у него прям такое какое-то ожирение было. Да и не считаю его прям сильно толстым. 7400. Ну, как бы не сильно он и толстенький. Ну, блин. Он-то сам крупный, понимаете? Ну, вот такие вот последствия. Ты еще спишь, да, Брюш? Еще этот укол разве еще действует? Ну, ладно, лежи, лежи. Отдыхай. Все. Я с вами тоже прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok